Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и сегодня мы с вами узнаем какое выбрать кофемолку, особенности и разновидности устройств. А более подробно этот и другой материал вы как всегда можете почитать на нашем сайте buzzlight.ru, ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Итак, сегодня мы с вами узнаем, как правильно выбрать кофемолку, какие существуют виды устройств, какими они обладают преимуществами и недостатками, а также на что нужно в первую очередь обращать внимание перед покупкой этих приспособлений для помола кофе. Кроме того, расскажем про особенности, основные технические характеристики кофемолок, которые позволят обеспечить оптимальное измельчение зерен и будут приносить удовольствие любителям кофе после их заваривания. В заключении мы поговорим о том, чем различаются приборы по измельчению кофейных зерен, а также что лучше, а самое главное выгоднее покупать кофемашину с встроенной кофемолкой или все по отдельности. Заметим, что кофе появился в Европе сравнительно недавно, примерно 350 лет назад и почти сразу завоевал всеобщую популярность на планете. Сегодня же данный напиток употребляют по всей земле, используя большое количество всевозможных рецептов. Все рецепты между собой довольно сильно различаются, однако неизменным для всех остается то, что для приготовления ароматного кофейного напитка необходимы молодые зерна черного или зеленого кофе. На сегодняшний день никакой сложности не составляет купить в магазине те или иные виды кофейных зерен, которые будут более предпочтительны для вашего рецепта кофе. Как правило, чтобы приготовить вкусный и ароматный кофе, нужно покупать цельные зерна, а затем их просто молоть до той степени, которая позволит приготовить любимый напиток. Молотый кофе будет обладать более ярким и стойким вкусом, чем готовый покупной порошок в магазине. Чтобы осуществить правильное измельчение зерен, нам понадобится специальное устройство под названием кофемолка. Итак, кофемолки механического помола кофейных зерен. Устройства для измельчения кофейных зерен появились еще до нашей эры. Самые первые приборы такого назначения возникли еще у арабов. Они использовали для перемалывания зерен специальные ступы и колотушки, позволяющие раздробить зерна на крупные куски. И хотя получить тонкий помол при таком способе было практически невозможно, для традиционного бедуинского кофе он отлично подходил. Позднее на смену колотушки пришли жернова, которые используются и сегодня. Выглядело это следующим образом. Два жернова соединялись между собой винтом, от степени натяжения которого зависела тонкость помола. Чем туже затянут болт, тем меньше расстояние между жерновами, и тем измельченным получается готовый порошок. Но и усилий приходилось прилагать гораздо более. При вращении ручки жернова приводились в движение между ними, насыпали зерна и мололи. Кофемолки в зависимости от страны, которой они использовались, делились на следующие виды. Во-первых, европейского типа. Они состоят из деревянного корова, в верхней крышке которого установлены жернова и углубления для зерен. При помоле порошок высыпается выдвижной ящик, занимающий все внутреннее пространство. Его легко выдвинуть и вытащить порошок, но в остальном это не самый удобный вариант, из-за постоянного усилия короб плохо держится на столе. Восточный тип. Изготавливались в виде цилиндра и хорошо держались в руке. С их помощью можно было получить тонкий помол, так называемую пыль, кофейную пыль, которая и применялась при готовке в турке. Заметим, что механический помол сегодня еще применяется повсюду, особенно некоторыми ценителями этого ароматного напитка. Даже считается, что при медленном помоле кофе не подвергается нагреву, а значит не теряет своего вкуса и аромата. Это очень важно для того, чтобы приготовить действительно превосходный напиток. Как отмечают ценители кофе, правильный помол зерен это залог и основная стадия для подготовки качественного кофейного напитка. Преимущество такого способа в следующем. Тихий в работе, компактный по габаритам, потому что обычно кофемолки применяются для получения маленького объема зерен, то есть для разового применения, наличие регулировки степени помола и вполне достойная стоимость. В том случае, когда мы выбираем способ для помола зерен механического вида, то этот метод требует от процесса терпения, так как сама процедура может занимать от 3 до 10 минут, в зависимости от объема сорта и количества зерен. Кроме того, мы должны понимать, что кофейные зерна сами себя не смогут помолоть, поэтому придется еще прилагать определенные физические усилия, проворачивая ручку жерного. А теперь мы с вами рассмотрим кофемолки электрического помола кофейных зерен. Однако на сегодняшний день большинство людей на планете ценят свое время и не особо хотят возиться с механическими жерновами. Поэтому большая часть любителей кофе предпочитает пользоваться электрическими устройствами для помола кофейных зерен. Электрические кофемолки бывают нескольких видов. Как говорится, для любых запросов только платить деньги. По своему принципу работы электрические кофемолки делятся на два основных вида. С наличием жерновов, они действуют по описанному выше принципу, только вместо ручного труда применяется электричество. И с наличием ножек, бывают роторные или ротационные. Измельчение происходит при помощи ножей, как в миксере. Сам прибор делится на две части. В одной расположен мотор, во второй насыпают зерна, там же находится и нож. Вращаясь вокруг своей оси, они измельчают зерна до нужного нам размера. Электрические роторные кофемолки имеют ряд достоинств. Во-первых, это скоростной режим работы. Для помола ей хватит несколько секунд. Во-вторых, это возможность использовать прибор для измельчения других твердых продуктов. То есть универсальность. Это можно также измолоть сахар, орехи и специи. В-третьих, безопасные и снабжены системой защиты. При открытии крышки прибор не включится. В-четвертых, современные модели снабжены предохранителем от перегрева мотора. А некоторые также имеют рычаг при включении степени помола и импульсный режим, позволяя получать более или менее крупный порошок. И в-четвертых, это оптимальная цена по сравнению с жирновыми вариантами. К сожалению, без недостатков этих устройств не обошлось. Недостатки электрических роторных кофемолок. Во-первых, не всегда могут обеспечить равномерный мелкий помол. В порошке попадаются более крупные кусочки. Во-вторых, для приготовления кофе во френч-прессе или кофеварке это может подойти. А вот для кофе в турке, где применяется практически кофейная пыль, уже нет. В-третьих, рассчитать количество кофе нужно самостоятельно. В роторных кофемолках отсутствует дозатор, а вытащить лишнее будет практически невозможно. В-четвертых, ножевые модели ломаются чаще жирновых. Обычно это связано со сгоранием мотора из-за попадания внутрь частиц кофе или круп, а также прочих элементов продуктов. В-пятых, зерна и готовый порошок находятся в одном контейнере. Не перемалов все зерно, вытащить готовый продукт будет сложно. В-шестых, из-за отсутствия съемного контейнера ухаживать за кофемолкой намного сложнее. При мытье вода может попасть в мотор и повредить его. И в-седьмых, ножки в таких приборах приходится часто затачивать. Из-за нагревания ножей в процессе работы зерна прижигаются и теряют свой вкус. Таким образом, ножи затупливаются. Таким образом, из-за множества недостатков роторные электрические кофемолки пользуются меньшим спросом, чем жирновые. Достоинства недостатки которых мы сейчас и рассмотрим. Преимущества жирновых электрических кофемолок. Во-первых, можно получить качественный и равномерный помолк без особых усилий. Во-вторых, регулировка расстояния между жирновами и величиной частиц регулируется. Отсутствие нагрева зерна, что положительно сказывается на вкусе продукта. В-четвертых, это наличие двух емкостей. В одну насыпаются зерна, во второй пересыпается готовый порошок. И в-пятых, за ним очень просто ухаживать. Благодаря роторному механизму в кофемолках такого типа можно готовить кофейный порошок различного помола. Как для френч-пресса, так и для турки с чашкой. На изображении у вас наглядно отображены и показаны степени помола кофе при помощи роторных кофемолок. Как мы можем видеть, что в принципе различают три основных вида или степени помола кофе. Это помол для френч-пресса, помол для эспрессо-машины и помол для турки или чашки. Что касается недостатков жирновых электрических кофемолок, то их единственный, но довольно весомый минус, это конечно их стоимость, которая значительно выше роторных. Также стоит отметить, что в жирновых кофемолках нет возможности перемалывать прочие продукты. Однако это может и к лучшему. Как рекомендует Бористо, не нужно засорять кофемолку другими продуктами. Так как при изготовлении готового кофейного порошка, часть аромата может из-за них просто пропадать. И в заключении нашего видео мы с вами рассмотрим, что же лучше выбрать, механическую или электрическую кофемолку. Сразу стоит отметить, что при выборе той или иной кофемолки нужно точно для себя решить, мы хотим электрическую, не нужно прикладывать физических усилий, или классическую, механическую. Но в этом случае придется немного попотеть. Далее мы должны удостовериться, что устройство на самом деле нам понадобится, так как довольно часто такой прибор покупают настоящие ценители кофейных напитков. Сегодня готовый кофейный порошок можно с легкостью купить в любом магазине, причем разного сорта и помола. Также стоит подумать о покупке кофемолки тем, кто не может найти свой любимый кофе в порошке. Благодаря своей универсальности кофемолка может отлично подойти поварам или кулинарам, потому что в роторных устройствах можно без труда перемалывать крупы, чтобы получить особый порошок для приготовления тех или иных блюд. Заметим, что свежемолотые кофейные зерна обладают несравнимым ярко выраженным вкусом и ароматом, чем тот, который продается в магазине. В заключении стоит определиться, что нам будет выгоднее покупать. Кофемашину встроенной кофемолкой, так как этот шаг экономит определенное количество денег, а также времени или отдельное устройство. Благодаря встроенной кофемолке в кофемашину нам будет достаточно нажать на кнопку включения для приготовления кофе на устройстве, и через минуту мы получим готовый ароматный кофейный напиток. Если же мы настойчиво хотим приобрести только кофемолку, то тогда решение принимать каждому свое, какое оно должно быть, механическое или электрическое, потому что этот момент чисто субъективный для каждого кофемана. А в заключении нашего видео отметим, что не поленитесь перед покупкой кофемолки, изучите рейтинг и отзывы на устройства по измельчению кофейных зерен. Не лишним будет также знакомство вживую с той или иной моделью, и конечно же стоит посмотреть видео обзоры. Сегодня почти у каждого в доме имеется кофемолка, будь то она ручного, механического или электрического типа. Ведь она по праву считается незаменимым помощником для тех, кто любит наслаждаться богатым вкусом кофейного напитка. Кроме того, не стоит забывать, что это устройство отличный помощник в альтернативных направлениях на кухне, а также симпатичный элемент декора, если она ручного или механического типа. Итак, мы с вами просмотрели и прослушали видеоматериал на тему, какую выбрать кофемолку, особенности и разновидности устройств. А более подробно это и другие материалы вы как всегда можете найти на нашем сайте bazlight.ru, ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш ютуб канал или оставляйте на нашем сайте. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго и удачи.